Ассаляму алейкум, дорогие зрители Минбара Познания! Ассаляму алейкум ассалям! А знаете ли вы, мои друзья, кого Аллах в Коране возвысил до уровня ангелов? Кого? Аллах возвысил до уровня ангелов тех из людей, кого Он назвал обладателями знания или учеными. А почему именно ученых выделил Аллах? Аллах много раз говорит в Коране о пользе знания. Во многих аятах указывается, что знающий человек более любим Аллахом. Получается, что знание и умение пользоваться разумом – это то, чем доволен Всевышний и к чему Он призывает всех верующих. Единственное, с чем приходили пророки и посланники Аллаха – это чистое знание о Всевышнем. Все они доносили до людей то, что нет никакого божества, кроме Аллаха, Кроме пророков и посланников Аллаха, и обычные люди должны были стремиться к знаниям и передавать их другим. Получается, чтобы Аллах был у нами доволен, нам надо хорошо учиться? Совершенно верно. Знание – это то, чем будет доволен Всевышний. Стремление к знаниям – это одно из обязанностей мусульманина. Ведь все мы знаем, что учение – свет, а не учение – тьма. За каждую минуту, которую человек проводит в поисках знаний, Аллах воздаст больше и возвысит человека в обоих мирах. А какими качествами нужно обладать, чтобы получить знания? Мусульманин и мусульманка, которые стремятся к знаниям, должны действительно обладать некоторыми качествами, которые помогут им добиться успеха. Во-первых, мусульманин должен быть любознательным. Любознательность – это любовь к знаниям. Если человек полюбит знания и разовьет в себе это качество, то он добьется невиданных высот. Во-вторых, мусульманин должен быть трудолюбивым. Как говорится, без труда не выловишь и рыбки из пруда. Поэтому умение как следует трудиться очень важно для мусульманина. В-третьих, мусульманин должен быть усидчивым. Усидчивость – это та черта характера, которая позволяет не отвлекаться на другие дела и довести все до конца. И важно помнить, что все, что мы делаем, мы делаем ради довольствия Аллаха. Чем больше знаний мы приобретаем, тем сильнее любит нас Аллах. А что еще должен помнить получающие знания? Очень важно уважительно относиться к тому, кто дает тебе эти знания – своему учителю. Учитель обладает знаниями, и через него мы становимся умнее. Важно быть послушным своему учителю, не перекрикивать его, не перебивать, и всегда выполнять домашние задания. Теперь мы будем учиться в школе еще лучше. И вы, дорогие зрители, получайте знания, и пусть Аллах будет вами доволен. Ассаляму алейкум, дорогие друзья! До новых встреч! Ассаляму алейкум ассаляму!